Сейчас хочу показать семью, тут у меня есть пчеловодный журнал, я записываю каждый номер, семья у меня пронумерована, можешь снизу показать номера под уликами, ну-ка покажи, вот приблизь каждый улик, под уликом, у меня стационарная пасека, и поэтому под каждым уликом я поставил номер, и он у меня постоянно, эта семья на месте стоит, и пожалуйста посмотрите, и я уже записываю номер семьи и знаю, что у меня там в этой семье творится, плодная матка, неплодная матка, хорошо развивается, плохо развивается, меду дать, сахару дать, ну в общем, подставить под мед или тому подобное. Сейчас мы посмотрим номер семь, 17 июня, 16 вернее я посмотрел июня, там оказалась матка, которая не оплодотворилась, трутовая, пчелы, трутовые семьи бывают такого порядка, или матки вообще нету, трутовки сеют, это сложнее исправлять, но можно исправить, а есть семьи, когда матка не оплодотворилась, эту семью очень легко исправлять любыми методами, потому что они, пчелы не трутовки, а трутовка только одна матка, и поэтому эти пчелы свободно воспринимают любую матку. Я, естественно, тут записал, что я сделал, 16 я обнаружил, 17 я поставил клеточку, точнее 16 поставил клеточку, запустил, у меня в нуклеусе была матка плотная, положил сверху, сплющил восчинку, продырявил, и на следующий день я глянул, свободно приняли матку. Сейчас я попробую вам показать эту семью, где уже бегает плотная матка, пожалуйста, поворачивайся, будем смотреть сейчас вот эту семью. Чтобы убедились, что это трутовая семья, не просто семья, а что она была трутовая. Эх, у меня хозяйство подлежит лишнее, ну ничего, мы его потом засунем. Дождик был, все пчелы сидят внутри, и они просто, это самое, и летные, и нелетные, то поэтому мы их немножко сейчас, так сказать, осадим. Чтобы осадить, мы их немножко побрызгаем, они сейчас все уйдут. И второй вариант, чтобы их осадить, они сразу ушли после брызгания, это очень хорошо. Мы сейчас смотрим сразу после дождика, поэтому вся пчела слетелась домой, летная-нелетная, мы их немножечко подправим. Это был отводок, я гляну, матка начала сеять, думаю, о, прекрасно, 2-3 рамки засеяла. А в итоге получилось, что она не облеталась, и сеяла только трутневые яички в пчелиные ячейки. И получился очень хороший горбатый расплод. Столько много этих трутнев маленьких получилось, а не полноценных. Вот, ну ничего страшного, мы ее быстренько исправили, поставили сюда клеточку с плодной маткой. Они ее моментально на второй день приняли, сразу же облезали, смотрю, бегает, не разговаривает. Итак, сейчас проверим, что у нас тут. Вот, пожалуйста, посмотрите, сколько трутней, видите, что я вас не обманываю. Вот, это вот все черные трутни бегают. Вот он трутень, вот смотрите, чернота их полностью, это трутни полно. Вот это вот еще не вышли трутни, видите, горбатый расплод. Это горбатый расплод, как говорится, еще трутни не вышли. Вот, видите, море трутней тут, как говорится. И с этой стороны, посмотрите, видите, мелкие трутни. И кто-то может вас это самое пропиариться, не показать конкретно. Это раньше был расплод, который я подставлял. Или матка начала сеять, видите, стал горбатый расплод выходить. То есть ее мало, мало она спарилась с одним трутнем, или неполноценная, или больная была, что-то такое. Ну, в общем, трутни, вот они трутни, вот, пожалуйста, беру я его трутня, маленький, вот он, видите, маленький трутень, вот он. Их море тут, вот, целое море. Вот, но уже они почти вышли. Вот, вот он, горбатый расплод сверху, с боков остался, а это нормальный расплод еще не вышел. Итак, посмотрим следующую рамочку. Матки здесь я не вижу, но я уже проверял, матка тут бегала спокойно. Вот, итак, я рассказываю, что эта семья была трутовая матка, но не трутни, не пчелы, а трутовили. Поэтому эту семью очень легко исправлять. Два вида трутовой семьи существует. Один вид трутовой семьи, это когда пчелы. Посмотрите, сколько тут трутней, ужас один. Матки я тут не вижу, это я просто поставил рамочку. И пчела молодая, пусть они тут работают, оттягивают, что хотят, то и делают, как говорится. Ну, экспериментируйте, друзья, экспериментируйте. Не бойтесь экспериментировать, потому что когда-то ошибку получится. Ну, на ошибках все учатся. Если это в следующий раз, поставите, как говорится, уже не ошибку, а все правильно сделайте. Поэтому я не боюсь, постоянно экспериментирую, показываю эксперименты, как работают. Посмотрите, сколько трутней, все чернит, чернит от трутней, полностью трутней. Пчелы практически не видно. Вот, видите, это все трутни тут повылазили. Это фактически матка была нехорошая. Сейчас постараемся найти матку. Посмотрите, сколько с этой стороны трутней. Вы убедитесь, что это правда трутовая семья была, правда. Вот, и я ее, как говорится, не обманываю. Если мы найдем матку, то я вам ее покажу, она должна здесь быть сеять. Она была молодая, плодная, только оплодотворилась, и пришлось с нуклеуса вытащить. Смотрю, яички сеют хорошо, неплохо. Посмотрю, что она здесь. Смотрю, приняли ее на следующий день, бегала нормально. Вот, сейчас еще раз проверим, что здесь творится в следующей рамочке. Вот она, маточка, пожалуйста, убедитесь. Вот она, маточка бегает. На второй день ее подпустил я, видите, молодая. Вот она, маточка, молоденькая, побежала Видите? Вот она, вот она, вот она Вот она, вот она, вот она, вот видишь ее, хорошо? Вот она вниз бежит, вот она Ты куда смотришь в другую сторону? Вот она, я показываю пальцы Вот она, видишь? Вот она, я ее держу Видите? Она начала сеять Я ее запустил Старую матку пришлось срочно задавить Потому что такая мне Ситуация не нравится Вот Так что вот она бегает Видно, что она молодая, видно, что она плодная Что не совсем старая Вот, и так, друзья мои Все, я показал вам Как работает это Исправлять трутовочную семью Которой матка не плодна Очень легко, удавите матку Ставите другую матку в клеточки Прямо сразу задавил и сразу поставил Не выжидал никакого времени И пчелы всегда чувствуют Когда матка в них не хорошая То они на вторую матку реагируют Очень спокойно И никаких проблем они не имеют Как говорится С принятием этих маток Потому что они видят Труба им пришла Конец Одни трутни бегают И те неполноценные Ну что делать? Приходится исправлять Приходится исправлять Итак, друзья Подписывайтесь Ставьте лайки Семья хорошая Получилось Все нормально Матку приняли свободно Подчищают ячейки Было страшно смотреть Столько горбатого расплода было Представьте себе Это столько вышло Этих самых Трутней Ну, отводок исправляем Главное, чтобы мы умели исправлять Подстраиваться под законы пчелиные В этом ситуации Закон пчелиных гласит пчелам Что срочно нужно другую матку Потому что мешок труднее Они нас съедят И никакой прибыли от этого не будет Итак, друзья Подписывайтесь Ставьте лайки Это исправление трутовочной семьи И если вам что-то надо купить Или посмотрите страничку снизу Где я приобретаю Различные тулсы То есть, как говорится Инструменты Клеточки И тому подобное Все, что мне нужно Для пчел Итак, удачи вам Ставьте лайки Задавайте вопросы Комменты Ждем ваших Вопросов Счастливо Боится, испугался.